первые передачи проекта грани были посвящены таким темам как люди с ограниченными возможностями здоровья инклюзивное образование да и вообще о том как к ним относятся в обществе безусловно в столице для людей с ограниченными возможностями здоровья различных возможностей намного больше но как обстоят дела за пределами столицы об этом и многом другом в новой передачи проекта грани сегодня каждый рубль каждая копейка если ты можешь себе позволить сам сигарету купить почему не купить затем нужно просить когда я решила рассказать историю жизни ада муржиба меня не покидал страх правильно ли меня поймут да и стоит ли вторгаться в жизнь взрослого человека еще и с вопросами но я рискнула знакомьтесь ада муржиба живет в городе а чемчира ему 40 лет и у него дцп жизненная история этого человека ломает все стереотипы я его принципе знаю с детства но у него диагноз дцп с рождения такой сильно диагноз стоит мать его вывозила очень много в разные города россии когда как могла и вот он специализированную школу девять классов закончил в ленинграде очень много этапов жизни трудности прошел он может быть это помогло ему и он очень такой позитивные борется жизнью и всегда хочет изменить своей жизни что-то к лучшему и самое такое хорошее интересное у него что он старается изменить жизнь других детей с ограниченными возможностями и рассказывая им какие трудности он прошел потому что когда он научился в специальной школе он был один родители рядом с ним не было его оставили в этой школе и он им всегда говорит со мной рядом не было родителей когда я боролся с этой жизнью когда я становился на ноги и это многих наших детей с ограниченными возможностями поддерживает те которые вот не находят себя в этой жизни те которые теряются жизни но адамур очень сильно помог в этом плане нашим подопече как не закрыться от общества и стать частью большого мира этим вопросом задаются многие но не всем удается получить ответ на этот вопрос тем более когда твои возможности ограничены физическими особенностями это были машины знаю хорошо работал в питере на автодоптерстях и потом мне понравился новый автосканер диагнозический мультиморазм конечно называется вот этим этим я заинтересовался начал я работу я я его не учил нигде я сам сегодня прошло время уже социализировать детей с ограниченными возможностями в общество если раньше родители прятали стеснялись своих детей сами же дети они стеснялись то что они особые дети сегодня уже слава богу в интернете все есть и мы тоже стараемся на протяжении восьми лет с помощью международной организации ворум движен с помощью наших друзей коалиции с помощью наших друзей общественной организации обсна мы стараемся социализировать как можно говорить о детей с особыми нуждами в общество наверно только огромная сила воли желание жить могут заставить встать на ноги и начать ходить первые самостоятельные шаги адамур сделал только в шесть лет но на этом он не остановился сегодня он работает и сам старается заработать на жизнь самое главное то что адамур сам с нашей помощью конечно уже социализировался в общество потому что у него родители помогли купили программу эта программа называется диагностика машин но у него программа старая она не все машины определяет то что он может делать уже с города ребята нет с других городов с парчели приезжают к нему он делает диагностику ну какие-то копеечки он получает но он хочет расшириться у него мечта иметь свой магазин где центр диагностики имел бы а также помимо того что диагностику будет делать машин он хочет еще чтобы масла для машин продавал у него есть двор у него был как был такой гараж который был в аварийное состояние как-то разрушили недавно очень болезненно переносит он это мы не можем ему помочь никак он бы хотел этот гараж свой восстановить и вот в этом гараже работать и не быть обузой для родителей он хочет зарабатывать сам себе на жизнь потому что он говорит я не хочу все время просить у матери на сигарет она на нужды которые потребности которые бы хотел на славный вы знаете как это это дело чтобы открыть это давно будет место где его открыть понимаете где его открыть это это нужен магазин 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 а без магазина куда там да я прям себе могу у себя здесь тоже вот место есть место позволяет тоже но это вроде не то вообще-то моя мечта была еще одна это выучиться на хорошего электрика да именно вот электрика диагностика это одно а электрика это два которые знают уже удалить диагностика она просто убирает ошибки все она не делает особого такого а там всякие датчики всякие предохранителя хочешь ну много чего вот это ну руками не в порядке понятного дела на сложить еще не туда раздалили надо бы все равно хотя бы его выучить для себя чтобы знать электрику машину прячемчирском доме юношества есть реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями но этот центр старается помогать и тем кто уже подходит под так называемую категорию 18 плюс есть взрослые мы называем их 18 плюс это взрослые дети молодежь с ограниченными возможностями которых мы хотим уже как-то обучить ремесленным делам нам необходимо у нас есть например в моем городе есть 8 человек которых надо обучить ремеслу мы если их обучим потом они обучат других так они подтянут друг друга и они будут в нашем обществе они будут равны среди своих равных людей именно в очемчирском доме юношества адамур прошел компьютерные курсы что позволило ему самостоятельно обучиться диагностике машин на протяжении восьми лет последние года находится с нами при центре развития детей дома юношества мы обучали конкретно его интересовало компьютер всегда и мы вот и обучали его работать за компьютером а потом обучали в интернете работать и так далее и тогда наконец-то стало сбываться его мечта он стал в интернете отслеживать вот программы касающиеся машин автомашин потому что чтобы наши школы детские сады были подготовлены адаптированы для того чтобы особые дети с особыми нуждами имели доступ к образованию доступ к учреждениям я ходил там на компьютерах учреждениях там до меня потом машин и после этого я начал вот так работать в основном у нас полуобхазы где-то на праворуких машинах на японку вот японцы это 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 другая уже нужна аппаратура память этот другой автосканер диагностике именно на японку который у них отдельная программа отдельный свой автосканер твое оборудование какие машины позволяет смотреть вообще что ты можешь сегодня диагностировать европейцев американцев там это кроме японцев все англичанов хочет этот год везде поехал и в квартире и туда и туда а так в основном приезжают свои да с таким непростым диагнозом как дцп адамур научился кататься на велосипеде в этом ему помогла его соседка саида ему хвари об этом он рассказал уже позже после завершения съемок теперь его мечта получить права у него с детства мечта это изучение автомашины вообще ездить за рулем у него это такая мечта которая пока не сбывается никак и и он всегда старается сдать экзамен подать документы но у него это не получается я очень люблю машину вобили которые не стал получить права это два права не дают но я все равно не сдаю я думаю придет время когда дадут помимо того что руководство чемчирского дома юношества заботится о судьбе своих подопечных они стараются помочь и социально незащищенным многодетным семьям в селе тамыша чемчирского района рядом с республиканской трассы совсем недавно появилась будка с надписью ремонт обуви 16-летний аляс и 14-летний горо берт хаджимба работают обувными мастерами организовать им этот бизнес приобрести необходимое оборудование удалось при поддержке движения матери абхазии за мир и социальную справедливость все организационные моменты на себя взяла чемчирский дом юношества и сейчас мастер по обуви безвозмездно обучает молодых ребят ремеслу я работаю рем по ремонту обуви уже шесть лет нет профессии нравится поэтому я продолжаю почему я начал безвозмездно обучать подростков ребят есть такое понимание большей части давать мне сейчас не важно что они там займут место что мне конкуренция будет мне интересно работать с детьми мне интересно их обучать потому что это будет полезно для них что может быть еще лучше наше государство конечно сегодня я понимаю что государство не в состоянии помочь нам но мы обращаемся все время когда имеем возможность обратиться первое мне страшно было первое не мог делать вода меня сделал ну туфли тела нормально сперва страшно было так слегка потом я делал нормально понравился всем мне нравится заниматься туфлями туфли делаю вообще нравится наше государство единственное нам дало безвозмездно на 49 лет свое здание где эти дети все обучаются и и недавно министерство социального труда и обеспечения взял у нас на финансирование с 17 года с октября месяца наш центр финансируется при поддержке министерства нашего социального труда и обеспечения мы довольны что они нас поддержали потому что огромная работа проделана нами сотрудниками центра развития детей при чем чешском доме юношества при поддержке международной организации world vision а теперь не хотелось бы оставлять на пол дороги этих детей семье четверо детей родители в силу своих возможностей обеспечивают их когда семья осталась без жилья глава села тамыш вадим зонтаре поселил эту семью безвозмездно своем собственном доме этих детей она воспитывает почти одна муж помогает но работы нет у нас зачем через что приезжал их обучал дай бог ему здоровья он самом деле этих ребят обучил еще двоих сантариев обучил они могут даже вот сейчас сегодня и все примут без него могут спокойно пошить любое обувь сделать каблуки немножко пока не научились но скоро научить сапожников становится и так что нормально как сильно большую помощь оказали эти семьи семья нуждалась самом деле в дальнейшей работе они дальше больше если даже никуда не поступит у них специальность уже есть и будка есть все есть и и сами видите что там внутри происходит как они работают как они они нормальные сейчас не сказать что они отличники в школе но факт то что по селу когда что-то нужен вот памятник чистить или убрать или что они сильно помогают и мат такая и отец такой остальные дети маленькие пока в школу не ходит но семья нормально но остро нуждающихся в самом деле во всем состыковались мы не случайно сельма попросила поработать с ними попросила обучить чтобы в этом районе были ну специалисты жалко что такая деревня и не имеет специалиста занимаюсь мы достаточно недолго всего лишь два месяца это по два раза в неделю потому что я работаю еще очень шире основная . есть чему они уже научились базовой уже есть это прошивка поменять каблуки и набойки поменять профилактику прошить стельки поменять но и так далее уже достаточно много здесь все есть все все необходимы даже больше постоянных таких которые достаточно хорошо дальше пошли по специальности в трое я сам научился получи то что я могу пока что я умею буду показывать ни для кого не секрет что современная молодежь избалована и большинство из них по окончанию школы вряд ли захотят обучаться обувному делу или какому-нибудь другому ремеслу поговорив с этими ребятами понимаю что для них важнее не социальный статус не мягкое кресло в офисе а поддержка родителей и одобрение главного человека в их жизни мамы я хотел чтобы мама гордилась у каждого из нас есть заветная мечта а мечты должны сбываться и пусть ограниченные возможности здоровья становятся безграничными с вами была рината шакай м